А как вы думаете, вот всё-таки могли Романовы ещё больше дать своим детям, или они дали максимально? Ну, в отличие от вас... Надо заложить ребёнку в душу, в голову, в мозг, чтобы ему легче жилось. Тоже любовь? Вот сами ответили. Но я имею в виду, что похоже, что да. И это, ещё раз повторяю, звучит банальнее, чем есть на самом деле. Потому что вот эти недолюбленные дети, они, конечно, потом свою песню споют. Я тут как-то шла по Невскому проспекту, и шла передо мной молодая женщина, которая волокла чуть ли не за ногу, значит, маленького ребёнка. И я не могу в приличном обществе повторить, хотя владею этим языком, мы обе владеем, да. Всё, что она ему говорила... На перегонки. Да, ребёнок, да, ребёнок орал, значит, не своим голосом, а она, значит, проклятие ему посылала, зачем я тебя родила, там, весь набор. Я подумала, а ведь ребёнчик-то вырастет, подумала я. И я думаю, топоры будут ещё продаваться, да? Поэтому он этим топориком ещё хорошо, если близких, а то и далёких. Но это я как метафору говорю. Это же всё отзовётся, я ненавижу этого жулика Фрейда. Но, тем не менее, мы же не будем отрицать то, что в детстве накладывает гигантскую печать на то, что происходит потом. Вот, кстати говоря, вот вы эти люди искусства. Вот скажите мне, если бы Венская Академия Художеств была менее снобистски настроена, и она взяла Адольфа к себе учиться... Да, ну, я видела Акварели, там, ну, нормальный художник, ничего там, ничего особенного. Такой же, как Романова получился. Ну, я и говорю, ну, художник и художник. Таких художников, там, может, он открытки бы рождественские делал, и всё. Определённые навыки. Да, а они его, значит, послали подальше, чем это кончилось, мы знаем, и конца этому нету. То есть каждый шаг, он... Жёсткий упрёк деятелям искусства.